День освобождения от немецко-фашистских захватчиков крупнейшей станицы Славянского района Петровской – это событие, знаковое не только для ее жителей, но и для всего нашего муниципалитета. Много времени уже прошло со светлого дня освобождения, но не тускнеет в памяти бессмертное мужество воинов, и их имена передаются из поколения в поколение. В ночь с 17 на 18 марта далекого 1943 года советские войска атаковали немецкие позиции. Не выдержав напора наших воинов, противник начал отступать от станицы Петровской, и уже в 6 часов утра на улицах появились долгожданные освободители. День освобождения станицы здесь особенно любим и почитаем. Ветераны труда, учащиеся, представители местной власти и общественности, словом, все, для кого дорог этот праздник, пришли к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. И звучат торжественные, идущие от сердца слова о самом главном. Горящая надпись на глыбе гранита, и словно огонь у подножья гвоздики, никто не забыт, и ничто не забыто. В истории нашей страны есть даты, которые мы должны знать и помнить всегда. Да, сегодняшний день именно такой. Каждый год, 18 марта, мы отмечаем эту дату, годовщину освобождения. Сегодня праздник в нашей станице, наши поздравления всем присутствующим. Войну нельзя из себя изгнать, нельзя от нее отказаться. Она с нами, с нами на все времена. Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на полях сражений, посвящается. В памяти сохраняется, как в конце февраля Красная Армия со стороны станицы Гривенской через плавни подошла к Славянскому району. Но враг не хотел оставлять занятые позиции. Более двух недель утопая в грязи, замерзая в ледяной воде плавней, в которых невозможно было укрыться от интенсивных обстрелов и бомбежек, наши солдаты упорно прорывали оборону противника. И в конце концов им это удалось. Невцы предприняли сильный артобстрел по наступающим советским войскам. И ближе к утру отступили на юг Петровской. И рано утром в станицу вошли войска 417, 276 и 41 стрелковой дивизии НКВД. Сразу же на территории Петровской было организовано 4 военных госпиталя. В Великой Отечественной войне участвовало более двух тысяч наших петровчан. К сожалению, большая половина из них не вернулась. И на наших мемориалах сегодня на гранитных досках высечено более тысячи наших земляков. Трое из наших петровчан были удостоены самой высокой награды, военной награды нашего государства. И сколько бы лет ни прошло, навечно останется в памяти народной Великая Отечественная война. Для всех она очень много значит. Это и горечь утрат, и радость Великой Победы. Живые цветы петровчане возложили к обелиску павшим воинам-освободителям. В этот день петровчане приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». 27 вишневых деревьев силами работников культуры были высажены в живописном уголке станицы Петровской. Уже стала традицией высаживать такие сады. В прошлом году мы садили на СДК-1, на Ворошилово у нас возле клуба посадили сад. И в этом году тоже высаживаем вишни, высаживает дом культуры станицы Петровской. Это будет сад памяти. И это мероприятие приурочено сегодня, как вы знаете, 18 марта. Это день освобождения станицы Петровской от немецко-фашистских захватчиков. И вот мы высаживаем эти деревья, тем самым показать, что мы помним, чтобы вишни росли, чтобы наши дети помнили о подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Пройдут годы, вишневый сад, заложенный в день освобождения любимой станицы, окрепнет и будет радовать петровчан во время своего цветения белоснежной красотой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо. Спасибо.